Всем привет! Сегодня я расскажу, что такое неизвестное устройство в диспетчере устройств и как исправить эту ситуацию, потому что это приводит к многочисленным проблемам, которые возникают на вашем компьютере. Сразу хочу сказать, что многие те, кто обращаются к нам в сервис, у них чаще всего бывает несколько неизвестных устройств или несколько устройств, у которых неправильно установлены драйвера. Сейчас по ходу я вам все быстренько расскажу. Итак, чтобы зайти в диспетчер устройств, нам нужно просто нажать на поиск. Это относится к любой операционной системе, начиная с Windows Vista. Vista, 7, 8, 10, 11. Пишем вот так вот диспетчер устройств и запускаем. В любой операционной системе у вас появится вот такое вот окошко. Обратите внимание, что у меня здесь установлены все драйвера и неизвестных устройств нет. Но есть другая ситуация. В любой операционной системе у вас может возникнуть вот такая вот ситуация. Например, у меня здесь есть одно неизвестное устройство. Я его сделал специально, чтобы просто показать вам, что вот такие вот неизвестные устройства могут быть вполне на вашем компьютере. Прямо сейчас возьмите, введите в поиск диспетчер устройств, перейдите на него и посмотрите, нет ли случаем у вас неизвестных устройств. И если они есть, сейчас я расскажу, что с ними сделать. Но кроме неизвестных устройств у нас могут быть еще вот такие вот проблемы, когда у нас будет желтый восклицательный знак в треугольнике. Так вот, это немножко разные вещи, но решается все совершенно одинаково. Для этого нам нужно посмотреть индификатор устройства, что это за устройство такое и с чем его едят, чтобы понять, где искать проблему и как ее решать. Нажимаем здесь правой кнопкой, выбираем свойства. Это касается любых операционных систем, не только семерки, на которые я сейчас показываю. Ну и переходим в раздел «Сведения». И вот здесь есть нижняя полоска, которая несет в себе PC-вендор и, соответственно, есть специальные значения, которые относятся к какому-то определенному вендору. Так вот, это дело мы берем, нажимаем правой кнопкой и нажимаем «Копировать». Далее вы переходите в любой браузер, в моем случае Google Chrome, и в нем открываете каталог центра обновлений Microsoft. В данном случае вот эта ссылка, ее я оставлю в описании, чтобы вы в любой момент могли перейти и посмотреть именно для вашей операционной системы обновления по вашему драйверу. Далее здесь просто вставляем то, что мы скопировали из диспетчера устройств и нажимаем кнопочку «Найти». Если вдруг вы каким-то образом не можете здесь скопировать вот это самое значение, возьмите его просто вручную и перепишите. Нажимаем кнопку «Найти». Ну и далее все очень-очень просто. Здесь он вам предложит все возможные обновления по этому устройству, чтобы у вас это устройство наконец-таки начало работать. Ну и тут есть немножко непонятка, что это за обновления такие, для чего они нужны. То есть в данном случае я-то понимаю, что здесь есть графический драйвер. Я-то понимаю, что здесь есть различные драйвера для моей виртуальной машины на семерке, который я специально удалил перед тем, как вам это все дело показать. Что делать дальше? А дальше вы просто должны будете скачать и установить тот драйвер, который вам необходим. Но есть одна маленькая загвоздочка. Обратите внимание, что здесь все драйвера в моем случае для восьмерки, для 8.1, для десятки. Ну и соответственно могут быть случаи, когда уже драйвера будут еще и для Windows 11. И здесь нету драйвера для Windows 7. Именно поэтому я выбрал семерку, чтобы просто показать вам, что есть такая ситуация, когда вы не можете найти этот самый драйвер неизвестного устройства именно на Windows 7. Причем в Windows 7 есть 32-битная версия и в Windows 7 есть 64-битная версия. То же самое относится и к восьмерке, к 8.1, к десятке. А вот уже 11-ка, она только 64-битная версия. Это вас пугать не должно, потому что есть еще одно мое видео, как установить драйвера вручную. Просто ищите мой канал в YouTube, наберете «Павел Мудрый». И здесь в поиске вы можете набрать любую интересующую вас информацию. В данном случае мы ищем видео про драйвера. Нажимаем Enter. И как вы видите, вот здесь появляются все видео по поводу драйверов. Вот оно, это то самое видео «Поиск и установка драйверов на ПК вручную». Здесь я показываю, как вы можете скачать любой совершенно драйвер на ваш компьютер вручную. Да, видео длинное, потому что я показывал огромное количество различных аспектов, чтобы вам было понятнее, где и как вы можете эти самые драйвера скачать. Самый последний случай. Если вдруг вы не хотите ничего делать, не хотите тратить время, не хотите смотреть видео, но готовы к тому, что у вас, возможно, будут дальше глюки, просто возьмите, скачайте, например, какой-нибудь драйвер-инсталлер. Например, SDI, драйвер-пак или там их целая куча сейчас других есть. Я даже не помню сейчас все их названия. Я же этого делать не рекомендую. И все-таки рекомендую потратить время на моем канале и посмотреть вот это видео. Там все четко по полочкам я разложил. Ну и теперь последнее. Есть у нас еще вот такие вот устройства, которые вроде бы как установлены, но если мы посмотрим свойства, то здесь написано, это устройство работает неправильно, так как Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. И в данном случае у нас та же самая ситуация, что и вот с этим самым драйвером. Обратите внимание, что ничего сверхъестественного нету. Вот здесь выбираем ID оборудования и видим значение BTH, MC, вот такое вот. Можете его тоже скопировать и тоже попробовать пробить через каталог центра обновлений Microsoft. Давайте попробуем. Ничего не находит, потому что это драйвер конкретный к конкретному Bluetooth модулю, который необходим и который устанавливается из каждого конкретного устройства. Но если вдруг вы вот по вот этому самому коду ничего не можете найти, то опять-таки про эти коды я рассказывал где вот в этом видео. И опять-таки, если вдруг вам впадло смотреть, то берете, устанавливаете драйвер пак, SDI или подобные прочие программы и пытаетесь установить драйвера с них. После того, как у вас вот здесь вот пропадет полностью неизвестные устройства и после того, как у вас здесь пропадут восклицательные знаки, с вашим компьютером наконец-таки по драйверам 100 станет понятно. И возможно, те проблемы, которые у вас возникали ранее, они исчезнут, потому что теперь у вас есть весь набор драйверов. Есть один маленький нюанс. Иногда на ноутбуках используются две видеокарты. Одна мощная, одна более слабая. Так вот там, если у вас вот здесь вот в разделе «Видеоадаптеры» есть один видеоадаптер нормальный, а второй видеоадаптер вот с таким вот восклицательным знаком. Это говорит только о том, что на данный момент у вас работает одна из этих двух видеокарт, между которыми вы, кстати, можете переключаться. Опять-таки, видео о том, как между ними переключаться, есть на моем канале. И вы, опять-таки, можете его через поиск найти. Но не в этом суть. Суть в том, что если у вас установлены две видеокарты, работать одновременно они не могут. Поэтому, если вы увидите в том, что у вас видеокарта, на одну из них не установлены драйвера, на вторую видеокарту драйвера не установлены, тогда вы берете и эти драйвера устанавливаете. Обратите внимание, что у вас не должно оставаться вот этих самых восклицательных знаков и неизвестных устройств. После того, как вы устраните все проблемы, ваш компьютер работать начнет лучше, быстрее, стабильнее и так далее. Ну и еще есть моменты, самый-самый худший вариант, когда у вас, например, просто какое-то устройство вышло из строя, и вы не можете установить на него драйвера. Такое очень часто бывает с видеокартами. Когда вы видите 43-ю ошибку в видеокарте, соответственно, вы не можете накатить на эту видеокарту драйвера. Либо после того, как вы устанавливаете драйвера, вы включаете ваш компьютер, а у вас просто черный экран, и вы ничего не видите. Чаще всего это бывает, когда у вас отваливается графический чип на видеокарте. Причем это бывает и на ноутбуках, и на стационарных компьютерах. Но дело уже не об этом, и рассказ сегодня был не об этом. Если вдруг у вас все-таки есть какое-то устройство, на которое вы вообще никак не можете установить драйвера, либо после установки драйверов у вас начинают сыпаться синие экраны, то значит проблема уже в самом устройстве. Проблема не в драйверах, проблема в устройстве. Чтобы решить проблему, если у вас не включается компьютер после установки какого-либо драйвера, либо начинают сосыпать со синие экраны, то я рекомендую перейти в безопасный режим и удалить тот драйвер, который вы накатили. Если у вас после этого возникают проблемы. Еще момент. После установки драйверов не все драйверы ровные. Даже если этот драйвер был сделан 100 лет назад, не факт, что он работает стабильно. Поэтому иногда придется один и тот же драйвер разных версий переустанавливать. То есть смотреть, какой из драйверов более стабильный. Причем такое бывает довольно-таки часто. Ну а по большей степени всегда у всех все должно работать нормально. Если у вас возникли вопросы дополнительные по этому видео, конечно же пишите их в комментариях. Ну а если я смог чем-то вам помочь, обязательно поставьте лайк этому видео и прокомментируйте, что же было у вас и как же вы решили эту проблему. Это будет очень-очень полезно для развития моего канала, а я вам буду за это очень-очень благодарен. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok